так мы ждем когда придут у нас 3д максы фнатики всех приветствую на своем стриме с вами фанат рока так сейчас проверю не врубится ли у меня где-нибудь еще стрим то у меня столько сайтов открыто что может в принципе такое случится да играться будет видимо карта D Mirage посмотрим на турнирную таблицу где у нас 3д макс фнатики ой 3д макс то у нас в самой опе или нет а нет вот 3д макс на восьмом месте фнатики на седьмом в принципе в принципе сейчас фнатикам нужно выигрывать чтобы обогнать альтерната так чтобы они заняли шестое место и получат они сейчас скажу точно сколько за шестое место за что место получат 400 уе сейчас же они претендуют на 350 а 3d макс они получат 250 если так мы дженери сейчас проиграли и им еще остается один матч а нет они же ничего сейчас играли да значит получается фнатики да они обгонят все равно альтерната такс по разнице в раундах то есть они меньше отдавали раундов все равно а им инженери сейчас 17 очков за ними идет 17 очков если сейчас 3д макс проиграет у них 19 очков будет и им инженери если выиграет следующий матч то они займут восьмое место и получат 250 уе но четыре команды которые у нас выйдут плей-офф уже ясно понятно кто будет снип у них было 42 очка они на первом месте navi 36 на втором в п бенку то есть виртус про наши русские ребята да 34 очка на 3 месте если гейминг поляки на 3 на четвертом месте 33 очка вот так примерно занимает ну скажу полностью давайте пока что кто где из сколькими очками the nation сыграли все игры 33 очка дальше идет альтерната так сыграли обновить а то там же новая же инфа есть до интернет такс 31 очко все игры сыграли фнатик последняя игра сейчас им предстоит 28 очков 3d max последняя игра 19 очков в им инженери последняя игра 17 очков mouse sports 13 игр еще две игры 15 очков кстати они тоже могут претендовать на восьмое место и сейчас выигрывают две игры дата сыграли все игры занимают 11 место 15 очков ну а дальше там уже киршнет фейс рашен рулет они занимают последние места в принципе рашен рулет они еще не сыграли три игры но претендовать им не на что они выиграли всего лишь две игры не знаю с кем смогу принять посмотреть но я думаю вам не сильно важно лучше 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 григорий берлин я тебя добавил скайпе как бы ты мне не добавляешь или может им не левый фото скайп дал да нет больше то нету григорий луча так что это у нас уже life что ли получается нет нет троис еще афк гулан какой лан ты о чем вообще я лан 7 числа который будет у нас в спб я буду его стримить его хотели в принципе прошлой на прошлой неделе запустить но перенесли видимо из-за какого-то капа было что ли уже что-то типа этом на кстати привет хендрикс не 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 инферно еще не начала просто еще не начала ждем когда обе команды зим изъявят желание начать играть точнее ждем мы сейчас трейса сейчас кивличку дам ток не ржать это был не мой сначала изначально вообще так сейчас это был друга я потом его себе перенял но вот логин остался и он не менял так что не ржать кого именно тихо кстати игру или меня меня все на максимум стоит я принц могу микрофон чуть поближе меня все время такие настройки пока никто не говорил что кого-то что-то плохо слышно и группах слышно вот я думаю так нормально будет а все в совокупности но это нет это у меня на максимум состоит но просто если я увеличу микрофон тогда вы будете слышать как у меня соседи не знаю соседи у соседей милкает код то есть это и так он очень сильно уже врублен студийного чуть 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 увеличить и все это забей спасибо дифферентис он говорит что все отлично как бы лучше так ты меня пока не добавил давай добавляй сейчас же потому что начало скоро ждем трейса а еще вышел у них у фнатиков 3d max в полном составе ну в принципе вот так ну осталось прощекать микрофон я надеюсь меня слышно тебя слышно очень даже хорошо даже прекрасно хорошо я даже тебя потише не сделаю но главное не тихо я так понимаю что меня уже слышно да 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 ну что ж дамы и господа здравствуйте сегодня мы вдвоем досмотрим игры насколько я понял от старлэдера до старт серия в пятый сезон честно говоря не особо получается сейчас следить за кс-сценой потому что в жизни дикие перемены и в общем на контру и на все остальное остается очень мало времени поэтому можешь смело еще раз и наших зрителей в том числе и меня не посвященного посвятить вот на все эти таинства что сейчас происходит за турнир какие призовые фонды и что за движуха вообще но сейчас вчера как вы наверное все знаете и прошел технолабс пройдет финал минске там участвовали четыре команды которые как раз от старладере занимают первое с первого по четвертое места это не пьеса гейминг наша команда витус про и украинцы нави которые ворвались вот цель 6 до тем же составом очень неплохо сейчас подняли свой уровень с тем что как играли 3 месяца назад это было ужасно конечно у них был конечно хороший тимплей и они друг друг помогали но стрельба оставляла желать лучшего а так сейчас star series проходит 16 лучших команд борются за там у них за первое место сейчас точно скажу какие призовые 6 тысячи и второе 3 да много зеленых бумажек но для них это вообще-то мало и такая информация еще что нави хочет открывать в америке свой кэмп то есть свою базу на я читал 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 для зрителей кто-нибудь не знает я понимаю конечно ты знаешь на нас смотрят люди как-то не печально может быть звучит кстати когда месяц назад стримил меня назвали твоей дочерью поэтому да вот я только спросить завтра какая-то такая новость я главный об этом ничего не знаю посвяти меня пожалуйста как так произошло собственно ну просто ты сам знаешь я думаю какой на лайв кс чатик ну заполнен троллями и все когда я первый раз меня только пригласили вот этот мега килл кап 31 стримить не знаю потому что может тебя не было или в чем вообще проблема была неизвестно в чем-то была я уже сам не помню на самом деле ну чатик у нас веселый задорный на самом деле не было бы нам бы было скучно наверное без этих ребят но за особо активные энтузиасты так скажем которые пишут всякие разные вещи они замечательно на год улетают в бан в чате и собственно этим их приключения на этом их приключения заканчивается ну месяц назад на самом деле я такого не заметил ажиотажа потому что маты лились рекой ну просто наверно не научили банить или вот прав у тебя нет ну сделано да не в принципе было бы вообще я лично подкармливаю что что происходит с натиками они что-то все вышли дружную гурьбою было бы замечательно говорю скинуть не айпи адрес да это замечательно как-то не подумал хотел конечно я сейчас соображу как настроить к изго чтобы у нее отображалась консоль потому что я ее не запускал очень долго наверное последний раз я открывал когда еще не было обновления когда карта появлялись вот можно было карту открывать и рисовать до этого обновления последний раз открывал к из голову как она мне сильно не понравилось так ну смотри я извини перебью тебя 3d max и фнатик что-то выходят видимо они не собираются на этом сервере играть и вообще играть так что я лучше думаю пойдем и смотреть мтф-гейминг против альтернэйт а это esl pro series это уже другой турнир правда сейчас посмотрю в star series где есть это у нас еще чуть-чуть киршнет и russian рулет да где и пишники палишь я на hltv work на да вот этот айпи отлично написал по-русски hltv work кстати касательно котов которые у соседей и в моей в моем случае к соседям даже не надо усилить микрофон чтобы услышать у соседей у меня вот рядом сидит белый пушистый в прямом смысле и бывает может может внезапно вставить свое какое-то слово вставить свое фи я понял да но заходи тут похоже уже киршнет и russian рулет играют правда они непонятно за что борются видимо просто на интерес якорь вкачаю а ну замечательно ладно и не у пока что можно сказать один буду или я не знаю может быть это не загрузился так это у нас лайф уже я вот тоже не понимаю пока что позиции да очень интересно ребята не бегут на слева ребята уже во всю бегают значит все таки у нас заведена игра все это у нас 2-0 в пользу кирчей ну я надеюсь что это первая сторона если ну да 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 только что как бы 23-0-0 должна была быть игра а эти команды любят очень сильно приходить вовремя в калычках конечно же вот иногда я жду их по 20 минут я не знаю как там слэм кофе ну и так далее как всегда видимо поставили russian рулет бомбы возможно даже две сделали зак в третьем раунде сейчас у них будет слив не очень принципе интересно у тебя скажи камера автоматом или нет чтобы мы как бы следили за одним человеком или за или же как-то автоматом ну то есть заходишь голод и вы она тебя сама переключает если ты не трогаешь мышку вообще то есть она на такие моменты когда вот надо действительно честно говоря я не знаю этих феник я просто банально щелкаю пари по игрокам и я не понимаю как открыть карту скажи мне пожалуйста замечательно вот как-то так лично тут у нас блэйдер но туда просто казнить на крутой к нему присоединился ребятам оказывают всех террористов уходящих из ямы но в принципе абсолютно без потерь девайса медведева остался один холлспойнт но и он тоже девайс не просрался вообще отлично четыре раунда керчей неплохое так сказать начало за дело себе ребята сделали уже первоначально играется карта дэми рейдж это все-таки кт мапа всех частях и надо больше всего брать конечно раундов дашн рулет в принципе не плохо так себя показывает но они проиграли почти всем своим противником как и керчьнет они занимают нишу отборочную в отборочном этапе должен кстати подметить что вот мистикал он когда остается один очень много когда стримил замечал что он один в три может спокойно с четырнадцатью здесь хп затащить очень правильный человек очень жареный когда прошаренный на самом деле но смотреть смотри что делает террористы у нас заняли уже балкон по полной программе самое интересное действительно уже есть заход люльку я не понял через лестницу или через что это было произведено но crazy проходит дальше вы смотрите сейчас будет жесть да на самом деле не прошел базе я другого посадили насколько понял здесь будет казнь из кухни смотри прожим плент а я чуть-чуть не хватает убить и высказывает хорошо рашен рулет зато не зашли на б просто да я на южную мою до финальную с мой тот косяк пробу упустили абсолютно дефенс лёльку на результате вот это вот прожим со спины отвлекуха медведев на пару с кем-то сбойером остались против троих ребят четырех даже захватил инициативу моем стриме прям прям аж думаю говоришь что-нибудь поперек или вы же молчать профессионал так сказать профессионально я тебе потом расскажу у меня очень много друзей я бывает отдыхаю в нижнем новгороде и в общем там свое понимание в области слова профессионал я потом поясню что означает это вот формулировочка профессиональный человек вот мне всегда становится смешно когда это случилось ну а на взрыв на взрыв первый раунд за розетте если я правильно я обычно вот хлопаю команде которые молодцы ребята да 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 смотри еще подряд четыре возьмут вот тут керчи и расслабились как-то они вот оставили люльку без внимания это на самом деле большая косяк потому что спарень мог пройти спину степом и на аспорт и как как он сделал на кухню на бэй и собственно это очень очень грамотно на пару если выйти со своими тиммейтами там из дома и вывалится кучей так такую дискотеку устроить на бэп плэнси как они это сделали это конец раунд для дефенс и они могут это повторить но очень интересно что не было никакого развода на бэна почему-то два контра были на планете бы защищали его очень странно появились и битерс нет в этом раунде озеро ребята опыт врага инсома тут мистикал вообще неплохо зашел кстати вниз прорашил б как как-то вот непонятно видимо команды не понимают за кого они играют контры на месте террористов и террорист наоборот на месте контролл как-то разбежали семейцы забрались еще ребята да какие роли у них сейчас на вот на этой карте за эти стороны но это смотри что самое интересное дал миг сейчас вышел с мяса он потихоньку пробирается через примычка остался 14 заходят на спорта из его его заметили но они не дали отлично вы мистикал ставят точку это ножа 5 1 жаль но мог бы дебоширить конечно да что он будет дебоширить по мистику и дальше постановкой банально 1 в 2 что-то пошло не так что-то больше не ожидал на самом деле не ожидал до 4 4 не получится ну да ладно по деньгам все очень даже неплохо дефенсов а таки тоже есть финансы мы видим что ребята сейчас играют на сливе значит на экс будет полная бая возможно два раунда подряд нет не полная смотри дии мази и зашел поверил себя решил затащить сделать минус 5 калаша они кстати сейчас медведева согнали ребята вам все уже властвует на бой споте от я бы так не сказала не сказал крутой очень хорош с в.п. ну и крутой зарешил в этом раунде как я и говорил властвовали недолго ребята к сожалению я очень мало смотрел смотрел саму кс гоу да сами халки бишки еще меньше я смотрел стрима того же слома и так далее и собственно в кс гоу я не специалист большой поэтому иногда я могу ошибаться в каких-то моментах так что ты если что смело меня поправляй да естественно я тоже тебя поправлю не уверен окей да я так тебе сразу скажу что дигл если возьмет дигл сразу говорит что какого-то фига человек взял дигл дигл в этом кс гоу не решает вообще ни разу его сделали конечно усилили очень сильно по сравнению с кс с кс 1.6 но он очень рандомный настолько рандомный стал господи про про шляпили абсолютно момент как ковров упал и уже на набрил бедному медведеву но тут его конечно крутой самая вп крутого сейчас дает себе знать минус яма и ребята перетягиваются под бэс под очень очень грамотно сейчас играют паре мистикал блэйдер ребята уже стянулись на кухню здесь вот под лёльку на свой фукс флюкс и кстати что самое интересное хай уходит под а спорта будут разыгрывать а скорее всего с перемычки из ковров не говорите как визуция к рукой ходит уходит да и что самое интересное шоу гонима будут развод делать даже салют нерно б а хай в тем временем под шумок поставит смотри крутой уходит уходит стягивается нашумел остановился сейчас выход будет а вот если будет минус от хая реализует он свое вп это будет замечательно как будто знает знает где крутой стоит просто пятая точка чувствовала но крутой не пошел не пошел это . хорошо приземлило падение после убийства террориста после этого парня когда оставался последним к сожалению запомнил я ник ну и собственно конец восьмого раунда уже 7-1 пользу керчей ребят очень хорошо ведутся с дефенс ну и остается надеяться что то же самое у них будет происходить и за на таку на извини я скажу что просто я на многих сайтах стримлю я скажу что сегодня со мной стриме туча стример с портала life кс на и привет холдерок просто если этого не буду там свои замуты не буду на этом акцендировать внимание просто знай что я как иногда буду господи роги роги кстати убивает своего то есть у него сразу же минус деньги у него вообще ноль полный последний с его мэйтами это очень плохо ну хотя дадут конечно девайси какой-нибудь и инсом остается один у него 20 хп и он я думаю не жилец и скорее всего будет 8-1 очень плохо судя рашен рулет да напомнение рашен рулет это кто у нас это русские наши игроки кстати никогда раньше их не видел вот они попали в star series не знаю через постели это было или нет какой-нибудь ну ты смотри дэйл миг уже известная персона так сказать возможно просто ребята сам старым какие-то миксом из 16 до внешним собрались и просто переименовались подо что-то честно говоря я подзабыл уже некоторые нити и возможно я не узнал каких-то еще кроме дэйл мига известных личностей дополнял мига кирилл балачинцев может быть кому-то интересно просто выиграли не за нишин 16 1 12 марта а а так у них все все тп 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 либо они участвовали либо это был тут попыток да выходит выходит террористы у нас на этом причем хорошо да хай хорошо так набрил но человек а так как я нашел на 1 человек атаку кукс кукс потерялись и остальные выжили и просто покарали щас дефенс невнимательный который видимо заснул но опять я решила взяли четыре раунда расслабились у них так видимо постоянно возьму двенадцатый раунд будет двенадцать три помяни мое слово возможно возможно сейчас мы увидим в общем второй раунд подыграли взят с чем я и мы их и поздравляем будем надеяться что все таки но не так плохо они сыграть за атаку будет еще и еще парочка-троечку матч-поинтов они отобьют очень интересно часто что произойдет на центре у нас за белом дима центре на самом деле в люльку дали дым перемычку тоже это будет выход на зигу и демокс ходил и хорош хорош это хай неплохо там медведи кстати на настреливает через дым но тут мистико ладым поля желает лучше лучшего и их смотри да хорошо так набревает и блэйд пытаясь взбрил бомбу есть время у медведева сейчас как-то потащили траунд есть у него причем все шансы трое конечно террористов но далеко далеко он слишком слишком далеко не будет выбивать на выбивание девайсов сыграет и видишь что он идет степом уже понимать что не успеет щипцы есть но все-таки решит решил выбивать и на отход стал на атаке про резет ребята прошарились наконец-то вот почувствовали эту точку которую надо давить просто давить которым надо давить и действовать да абсолютно верно и и собственно у них это получается уже если не второй то даже третий раз мы едем постановку мы видим три живых человека и собственно сейчас будет сейф выполняться главное засеивать хорошо медведь ушел вообще ушел в ковры ну и нет он даже не выберет никого давать он просто засовет свой 8 3 да пока темы отлучусь так как я твоя дочь я жду подарков значит шуба машина квартира не обойти жена это разные вещи ладно хотя бы обучению мне тогда в институте а то вы же мне не платили совсем за там не знаю как на как назовем репетиторов пришлось самой учиться дала экзамены плохо не потом не расскажешь подробно что это за история с дочерью потому что лично я не понимаю этих приколов но пошутить я люблю но то до такой степени это жесть да вот пошел врыв сразу инсомт сделал опен фраг отлично выход на а тут в пленте стоит медведев один крутой правда помогает ему издалека с авп но задымили отлично просто по фэншую так скажем задымили плент а и тут двоем 2 в 2 остается фокус плюс получает в колено стрелой ух ты неплохая флешка мистикл 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 ну смотри крутой сейчас будет сейчас у нас разъединился скайп и вернулся обратно а да я то думаю что ж ты там молчал я уж думал ты мне хочешь айпад проси уже зрители говорят посмотри вот как прощупали ребята игру и четвертый раунд за Резет да я думаю они просто неразыгранные были а сейчас уже более-менее как-то разыгрались можно все возможно пока что 84 да 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 пока что блин мы либо молчим вдвоем либо разговариваем вдвоем бывает мы сейчас сработаемся в общем это не страшно поймем 84 счет три раунда нам остается до окончания первого периода надеемся керчи уснули но ненадолго потому что жвели они 8-1 аааа вовсе в один да если не ошибаюсь и вот сейчас Резет начинает отыгрывать уже три матч-пайта подряд посмотри они опять делают и снова открывающий минус отличный инс и хукс-люкс минус 2 ну конечно против недавайцев это легко здесь медведев с мистикол на пару делают нереальные вещи два голова шота цель продолжать смысливать бошки своих компонентов как бы это плохо не закончилось на атаке на самом деле продолжая тему того что по 250 имба среди пистолетов кстати говоря у мистикла и медведева есть два девайса то есть у них вот еще сделал минус медведев прошу прощения перепутал красный синий голубой испачка мистикл правда можешь сейчас конечно зарешать очень сильно вот это и происходит сейчас он остался один фактически был размен на медведева х6 хп но нет что что происходит видимо пауза пауза стоит а в консоли это не пишется нет не пишется в консоли вообще сейчас даже хп не пишет сколько отнимается вот такая вот тема это по крайней мере на ESL не знаю как на других но вроде вармод так настроен что если ты выиграл раунд и выжил то ты сможешь посмотреть сколько ты снял хп если ты проиграл или не выжил тогда ты не сможешь посмотреть не знаю точно но такая честно говоря для меня это жесткие дебри поэтому мне можно это особо долго не рассказывать ну хорошо вот также скажу тебе про экономику в ксго экономика в ксго странная вещь с а в п дается я все сказал да странная вещь какой нибудь чувак из вэлф который совсем не шарит в деньгах наверное вот я угадал нас Зидон назвал братья по стриму нашлись ну на самом деле я немножко психлона горчу очень много ребят знаю которые хорошо стримят и помимо того я стримал с многими людьми так скажем продуктивно и собственно мы не единственные вот наш дуэт не единственные более менее хорошо получающиеся в моей наверное моем опыте на моей памяти когда я стримал с кем-то а так сейчас на самом деле просто времени нет дико дикий загруз учеба плюс работа ну в общем такой жесткий трешак параллельно еще пытаюсь устроить личную жизнь ну и конечно же на какие-то изыски типа поиграть подольше во что-нибудь типа старкрафта бутылфилд или контры либо даже по стриме какой-то турнир в пятницу вечером не всегда получается не всегда может ну вот просто вот загруз извините друзья мои хорошие кто смотрит кто меня знает помнит специальный им при персональный привет ну и собственно будем стараться что-то показывать какие-то движухи начинать да вот у меня на из к 2 тв холдер холдерок не знаю холдерок не знаю как это читается потому что я только хорошо подметил как братья папа и дочь же ну да так в принципе у меня что-то из к 2 тв сегодня очень сильно молчит раньше было побольше людей что-то сегодня не хотят смотреть совершенно вообще внизу смотря на каком сайте смотря на каком сайте я про сейчас собственно ту ссылку которую ты мне скинул я две скинул там справа справа так понятно в смысле выводится все снизу и с к 2 на гудгейм можно даже не заходить там у всех чатик такой вот и на кспл офигеть что ты говорил насчет денег то что получаешь меньше чем убивая сэмки из зигла из пистолета любого то есть с дробаша ты получаешь 600 денег то есть в таком духе не помню как сейчас точнее не знаю как сейчас но вот было свп раньше 50 долларов за убийство то есть это такая вот экономика так же подожди я еще не договорил был турнир когда только вот вышел кс го да жесть согласен короче если не выстрелить ни одного патрона в раунде то в следующем раунде дадут больше денег и у нас паузу отжали и смотрим что же происходит мистикл против хай 6 против 73 хп калаш на калаш и я думаю оп 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 мистикл нет зачекал хорошо мистикл но вот попасть не получилось 6 конспоинтов хайт убежает убегает простите кстати у него времени 26 секунд вот вопрос только где бомба да господи как же мистикл просто не везет хай 6 хп до сих пор ай 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 хорош вообще хай неплохо красавчик молодец затащил раунд пятый раунд за это уже подряд четыре раунда ребята берут очень очень хорошо продвигаются вот они поймали свою колею свой путь заметили и по нему идут блин как же это угарно смотрится вот эти террористы с ножами это трэш нож 1500 согласен забыл это если убьешь ножа 1500 тебе дадут вот такие вот приколы и гаси расценочки она же кидать можно или еще не сделали нет еще не сделали это тебе не код смотри open frat от хая наглую уже пошел в люльку но тут его встречает крутой он все таки крутой и с ним шутки плохие он не прощает ошибок правда янцом конечно очень хорошо стрейфом с авп стреляет тут уже мистикл кстати говоря идет напролом хукс флюкс как раз у нас отличился и за него паузу поставили да на респе и сейчас остается один дей который спривает p250 опять же понимаешь имба имба Покупать P250 и убивать с него Уже стало мейнстримом на самом деле Ну что у нас, у обеих команд, конечно же, закуп Потому что последний раунд Первого, как ты назвал, периода Первый раз слышу, чтобы стример По КСу называл Половину периодом Ну, а почему нет? Ну, в принципе, да Ну, я даже от кого-то слышал сеты Первый сет, второй сет Ну, это уже больше не напоминает сразу Хороший, хороший, кстати, врыв Там, я смотрю, нарезают Киршнет, наконец-то Взялись за ум, взялись за мышки, за клавиатуры Вцепились в них Зубами просто управляют Нет, они просто взяли мышки, так они влежали А, да, 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 они на виксбоксе играли Да, да, да Геймпад отбросили в сторону Решили взяться за ум Ну, если добрать десятый раунд, все-таки это надо делать Хай снова каленый против троих уже Ну, и этот раунд забран кирчами Отличное окончание первого периода Все-таки не сухой такой прям Как же это выразиться точнее? Я не знаю, что ты имеешь в виду Погром, не погром по счету коллектива РЗ Ребята отыграли пять матчпоинтов Это более-менее хорошо И у нас старт второго периода Я тебе скажу, где был разгром Это был разгром, когда ДАТ, ТИМ Если ты знаешь таких, WorldEdit, да? Конечно, конечно Конечно, знаешь Они проиграли 16-2 Виртус Прона и Инферно Слушай, а у меня два Делмика почему-то Без шанса А? 2D? Что у тебя? 2D? Два Делмика А сейчас один Он просто не... Интересно работает холсбар в CSGO Все, уже хорошо Уже все хорошо Уже все отлагало Ну ладно, слава богу Возвращаемся к игре Все-таки стрим идет мне с моего компания С моего крана Так что можно не париться особо Ну, говори всякую чушь Я отказываюсь, чтобы ты этого делал У нас готовится спитоспот Он уже прошел парень через мясо Готовится выход перемычка Уже выходит яма в коврах Убивает отлично Делмик убил бомбу Делмик минус 3 Ёк-мактелёк Как ты это делаешь, парень? Научи меня еще Минус 4 Делмик Это эльс от него Ну, ё-моё Ну, вот это прием Розет Ну, вот это начало Я думаю, все Ребят, плюс моралька Без комментариев Без комментариев Так, а что у нас получается 10-6 Счет сбросился Увы Надо записать где-нибудь на листочке А то один раз Было такое, что Итоговый счет 16-3 Я сказал На самом деле 6-10 Если быть совсем точным У нас по раундам Впереди по-прежнему Керчь нет Но 4 матчпоинтера За это надо отыгрывать Не очень-то и много На самом деле С ученой взятого раунда Ребят, есть задел По деньгам Ребята готовы забирать И вы смотрите Минус 1 Дефенс Тут как-то их накоцали Сейчас атака Позволили себя Поштурмовать Ну атака Также получила Люлей Очень сильных Причем смотри Что делает Ди и Дельмик Просто нарезают Нарезают И Это понятное дело Играли Вот эти крест-накрест Позиции Им позволило Сбрить все-таки Всех ребят Ну и кстати Надо дать должное Керчам Которые Хоть из глоков Но на кофле Там до 20-30 Хеллс-пойнтов Обязательно практически У всех Из Резетов Было Очень-очень мало Хеллсов У ребят Осталось Но все-таки Переселили Резет Еще один раунд В пользу ребят Еще 7-10 И мы продолжаем Смотреть Керчи снова Сливаются Ребята На этот раз Выходят Смотри На этот раз Они на дым На зигу И сразу же Сразу же Проходят Ничего не ждут Никаких Обстрелов Тут Роги Пытался Видимо Развести Я не знаю Не договорился С мейтами И они На пролом Все вместе Пошли В разных точках Медведев Ласт У него М-ка Ну может Кстати Что-нибудь Отбить Только что Подобрал Кольт Кому-нибудь Почки Ооо Ты смотри Смотри Что делает Минус 2 От Медведева Тут 54 патрона Кстати CSGO Стоит 300 рублей И весом Не покупай его Не покупай CSGO Не очень Играть я в CSGO Вообще не собираюсь На самом деле Я не тебе В принципе Ну ладно Лишь бы только Понять движок Понять Геймплей Для стримов Ну а так В принципе Смысла в ней играть Я не вижу У меня Чисто для стримов Я ее купил Чисто для стримов То же самое Абсолютно Ну смотри У нас МВП Игрок Делмик Уже 9 киллов Настрелял По 2 килла В последних 2 раундах И закуп Опен фраг От Блейда И выход Выход Постовый на А Хорош Блейд Вообще нарезает И Тут мало что Сможет сделать Правда Хукс-флюкс Делать минус Крутого И 3 в 4 3 в 4 Смотри Бомба ставится Все таки Отыгрывается Ребята Не дает поставить Пачку Отлично Граешь Перемычки Хукс-флюкс Надо убивать Бомбы Надо убивать Делать Порошив И так далее Сейчас будет Ой Что это Что это Зачем Зачем Он кинул туда Дым Куда я что Он кинул Лазарь на центр Дыма И уходить Перемычку Ну и получает Лоб Непонятно Абсолютно Лигню Сделал Да Действительно Ди Не получается Вам поставить Ну вот Наконец На двери Поставят И уже Плохо Все Для Ди Сейчас Ему надо СВП СВП Против Двоих Как-то Выходить И пытаться Настрелить А Даже Господи Иисусе Ну он Скинул АВП Видимо Им она Не понравилась Слишком Нискорострельная С нее Можно Нашить Хорошо Но не Получается Не находит Он Ни Одну Голову И что У нас Керчи Берут Раунд 8-11 Счет В пользу Рашн Рулет Насколько А Подожди 8-11 8-11 Да Я записать Должен Где-то Определенно Клейки Листки Для этого Существуют Я помню Было Дело Когда Все Продвигалось Очень Очень Давно 100-500 лет Назад Во времена Динозавров Когда я Стримил Киппортал Банально Локальные Турниры И В общем У меня Были Самые Что ни на есть Дерьмовые Хелсбары Естественно Была 1.6 Несколько До лет 5 назад 6 Собственно Тогда У меня Не было Вообще Табло Такого Нормального И мне Приходилось Абсолютно Все Писать На листках У меня Была Такая Примочка Стримерская У меня Были Супер Клейкие Листки Которые Я Аккуратно Расклеивал Со Считами И так Далее Потом Я делал Супер Брифинг По всем Картам По всем Стадиям Кто Как Где Сыграл Кому Чего Убил И так Далее Возвращаемся Лирическое Отступление Закончилось Возвращаемся К игре У нас 2 в 2 Ситуация Медведев Отличный Минус По Хаю И Делмик Снова 1 в 2 Ну Кстати Слив У команды Контров И Смотри Они сделали Минус 3 Достаточно Отлично Отлично Но Не до конца Медведева 20 хп Так что Делмикс П 250 Тем более Я повторяю Еще раз Что это Имба Пушка Но Он Сейчас Не смотрит На своего Противника Совершенно Нет Смотри Смотри А Взял И Нет Крутой Крутой Скорострелкой Зарешал Этот раунд И Берет Второй раунд Второй половины Свою Попилочку 12 Да Спасибо Большое Ты будешь Давай счет Говорить А я Остальное Хорошо И считать Еще не Разучился Меня спалили Что На самом деле Я играл В ксго У меня 450 часов Так Стоп У меня 450 часов 450 часов Чего Наигран В ксго Я не знаю Сколько у меня Часов Если там Вообще Часы На самом деле Я не уверен 121 час Мне наврали Меня обманули Я пошел Вешаться В печали Я в печали Да Не на самом деле Собственные зрители Кошмар 121 час Это плохо В том плане Что это мало Или много Не знаю Даже Но 449 Это было Означало Что я Прям такой Задрот Вот Задрот А я не заметил Атв Здесь один Встреча Рушный рулет Ну смотри Играл он один В контроле Бэспоту Насколько я понимаю В зигзаге Был посажен парень Ну и керчи Сбревает его На пару Еще сбревает Хая Который подбирает Подбирается К бэспоту Через перемычку Велмек Снова один Теперь уже Нет Грена Говорит нет Снова кемперка От крутого Снова минус Отличный Керчи Отыгрывают Кершнет Да И результирующий У нас 8-13 Я вам Абсолютно Три раунда Сего лишь Керчан До победы Такая маленькая Пауза была У тебя Между Да 8-13 Посчитал Еще раз Головей Видимо В голове Это хорошо Что в голове На самом деле Производится Счет Ну и на этот Раз Так решается Перепроверь На всякий случай Уда Спот Уда Спот Блэйдер Ой Делмико Угу Жалко Жалко Ослепили Блэйд Делает Опенфраг В этом раунде И это Выход на А Тут защищаются По всем Фронтам Менты Полностью Они запланили Плэнт Но на пистолетах Они мало что сделают Хай остается За огнеопасными Ящиками Ниндзя 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 Деф сейчас Возможно будет Нет Не решился Зачем Лучше бы Ниндзя Деф Попробовал Но не было у него Дефа 10 секунд Я думаю Они бы так быстро Не ушли С плэнта У моей команды Все время было Правило Если один остался А вас пятеро Не ищите Сидите Один обязательно На панте И посмотрите Прямо на бомбу Анти Ниндзя Все правильно Абсолютно Я сам сейчас Поигрываю В 1.6 С ребятами У нас считай Команда И В общем Я хотел еще один момент Сказать Касательно Того Когда остался Один Дельмик Мы любим так говорить Когда Парни Девайсы Парни остаются Один в 3 Один в 4 Мы говорим Твой раунд Все Такая Дежурная шутка Это у всех Коман так Касательно Касательно Вот этого Ниндзя Действительно Надо всегда Контролить Спорт Ну я так понимаю Что что-то террорист Воздух Испортил Просто И вот Контр Не выдерживал Извини Извини Но я перебью Но Ди Просто Через дым Убивает Мистикл Отставящего Бомбу С ВП Это было Великолепно Это Нет На самом деле Я тебе скажу Такую историю Про Волд Эдита Как только Закончится раунд Раунд закончился Я рассказываю Значит Волд Эдит Очень сильно Играл С ВП Настолько сильно Что все стримеры Говорили Что у него Что-то стоит Его попросили С Фрапсом писать Когда он играет Матчи И после этого Он стал хуже Играть Либо то что Фрапс мешает ему Из-за лагов Да Сильных Играть нормально Или то что у него Действительно что-то стояло Потому что ЕАЦ Достаточно Плохой Античит И он не все Палит Можно спокойно Нет Я бы тебе сказал так ЕАЦ достаточно Неплохой античит Но Я бы не сказал Все равно Но 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 Все чекать он не может Не бывает идеальных античитов Да Это тоже И сами ЕАЦ Я думаю Если вы логически Проразмыслите Это поймут многие А я в принципе Знаю по фактам Сами ЕАЦ делают Сов Беспаливно Под себя же Это супер инсайдер Скайпакт Ну хорошо Смотри Вышли Киршнет Да Но их покарали Покарали По полной программе Ди 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 И что у нас по счету У нас 10 против 14 Да Осталось 2 раунда Взять Киршнетом Чтобы затащить В этом Гейме И попытаться Выйти на 8 место Хотя шансов Очень мало Там если Бог скажет Да Наверное Вы пойдете Сейчас на 8 место И получите 250 зелененьких Но Это случится 250 зелененьких Это последние игры Что ли Это вот 16 команд Они 4 команды Сейчас в плей-офф Уходят А с 5 8 место Получает Призы То есть От 250 Евро До 500 Сейчас можно сказать За это и борется Да Разно Взяли Зеркальная ситуация Практически Сейчас происходит Того Что происходило На Инферме Взяли 4 раунда И расслабились Сразу же И расслабились Да Вроде как В победе А их оппоненты В исполнении Резет Потихоньку Начинает Отыгрывать Раунд за раундом И как бы Это плохо не закончилось Для самих же Керчей Сейчас мы смотрим Еще Уже 11 раунд Второго периода Нам осталось Всего лишь А Господи 64 Я сейчас смотрю 65 У меня Глюки 11 Прошу прощения И собственно говоря 5 раундов Нам осталось И вот Керчам Из этих Пяти Надо взять Два Самое время Проснуться И Наказать Два раунда Я знаю Что Керчи могут Вне Вмиро Сейчас видишь Эту команду Но ты знаешь Уже О них Все Я знаю Просто Керчей Нас тут Кстати В чате Прям Орут Орут Что Керчнет Тащи Украина Украина Видимо Пришла Посмотреть Мой стрим Наш Стрим Ладно Кто пришел Я пропустил Зрители Зрители С Украины Которые болеют За Керчнет А не за Русский Рашн Рулет Да Да 3 в 3 У нас Ситуация Сейчас На А Пытаются Захватить террористы Роги Кстати Роги Последний матч Очень плохо Отыграл Он сделал Буквально За весь матч 3 или 4 фрага Но не ноль Да Ну не ноль Конечно Но он очень плохо себя показал Он не мог никак Даже 1 в 3 Что-то вообще Попытаться сделать Он просто сливался Он даже не успел выстрелить Нормально Грал бы с гранатой Нажал гранату Ну тогда уж под себя Если только Нет Нет Как ксго Если тебя убивает У тебя нажата граната Она у тебя падает И взрывается Да Да Конечно Ну вот тогда Это осталось В исполнении Шахидское такое исполнение Надо было себя Отправить И просто бегать И искать террористов И пытаться их взорвать Скорее комитет Джеронима Взрывать себя Да Примерно На самом деле Джеронима Кричат Американские Парашютисты Когда падают С самолета Когда падают Без парашюта Когда падают С парашюта Они кричат Что-то про свою задницу Потому что Они же Спасаем наши задницы Да Ну смотри Делмик В наглую Просто уже Пролез на мид Тут два террориста Одного он уже Крутого сбрил Он уже не настолько крут Конечно же Мертвый Как он может быть крут Тут ему помогает Еще хай Но Роги Сейчас скорее всего Заберет Заберет Да Смотри Что делает Что творит Делает Минус два Отличный выход С мяса Контрол Люльки Продолжает играть Роги А граната На зигзаг Ну там не было Никого Да нет На зиге то есть Это рискованно Очень даже Для коллектива Розет Потому что Керчан Собственно ласт И сейчас Если они проиграют То все Гэшечка Ну ребята Решили рисковать Кстати риск был Оправдался Мы видим ситуацию 3 в 2 В большинстве Это фэнс И сейчас Атака потихоньку Начинает Я вот думаю Поспойлерить или нет Я просто знаю Когда последний раунд Потому что У меня в это время Камера отключается А как эта камера Приключается Она у меня сама Переключается На моменты Когда вот Есть стычки Какие-то выходы Автодир что ли Ну не знаю Как он называется Но что-то Ауто Определенно Автодир Ну скорее всего А вот да Камера переключилась А это типа Примочка кс го что ли Да Ну то есть Все для стримеров сделали Вообще замечательно Понятно Да вообще Обленили Ужасно Ну смотри Роги остается один Он при этом сделал Сейчас минус И 1 в 2 Не знаю Получится у него или нет Очень мало времени Бомба ставится А нет Он решен Бомбу не ставит И Все Собственно Не дали Не дали Не дали И ты не угадал Что Закончится Это противостояние Резет Забирают еще один И ребятам Собственно еще 3 И будет ничья В случае ничьи у нас Оверы Или Некст мап У нас Ни оверы И ни Некст мап Потому что Это отборочный Возможно будет еще Некст игра какая-нибудь Но другие команды Конечно Сегодня по сей Перемышку 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 Сею дружной Горьбою Атакуют террористы В принципе Очень даже неплохо Делают минус 2 У крутого ВП Реализует он его Неплохо И 2 в 2 ВП у крутого Я думаю Это раунд С него С блоками Это очень хорошо Это очень хорошо Но кстати Броня у них А нет Прошу прощения Я посмотрел За контров У них то есть Броня А вот террористов Не очень Смотрим За крутым И его ВП Один он остается Ой Коктейль молотого Да Коктейль молотого Он ждет Ни разу Вот за всю игру Не видел Коктейль молотого В 2 часовой Кинули Кстати Очень сильно Мошнили По поводу Этого коктейля Многие Профессиональные Игроки Что за херня Мало того Что вы игру Исковеркали Так еще Без рук Без рук Неладно Да Хорошо Я понял Что за чертовщина Происходит Вообще Непонятно Собственно Были 3 гранаты Стандартных Здесь какой-то Непонятный Коктейльчик Который Нельзя еще И выпить Вот Зачем он нужен Такой Ты как сам Считаешь Нужна эта вещь Да Достаточно Нужная Раньше Она была Не пофиксена Не понерфлена Она Замедляла Очень сильно Атак То есть Фаст Невозможно было сделать И облегчили Можно сказать Задание А Молотов Это свидание Вся атака Да Я читал Да Но проблема в том Что Молотов Очень дорогой То есть Он там Не помню 800 или 900 Стоит То есть И действует Очень малое время Сейчас же Замедления нет Но достаточно Большой дамаг С него Очень много раз Видел как На КВ Сжигали именно Противников своих Но смотрим Что у нас происходит У Кишнет У них 15 раундов Да И в 3 в 2 Остаются сейчас Примерно Это Реплика Откуда Просто Просто Я тоже думал Неоткуда Инсом Остается один И смотрим Скорее всего Это будет Последний раунд Если сейчас Инсом Или Инсом Не знаю Как правильно Видимо Инсом Не сделает Чудо Из чудес Он же Крэйзи Он должен Он должен Да У него подставка Крэйзи Но нет Смотри Приставка Ладно Да И это Киршнет забирает Последний раунд Пишется ГГ И выходят 16 13 Неплохо Я думаю Сыграли Красиво 13 Вот Резет почти догнали Кто за Это Которая Которая Все Походили У всех Попадали Пистолеты Как-то Непонятно Так Ну посмотрю Быренька Есть ли Еще какие-нибудь Тигры Воу Вот это Ценса Ёшки Наркомания У лучи Продолжается Так Что у нас 21 Анексис Анексис Против Киршнет Или Рашн Рулет Против Мау Спорс То есть Те же Самые Игроки Да Только Либо Анексис Либо Мау Спорс Еще добавляется Ты как Читаешь Так Еще раз С самого начала Анексис Английская команда Анексис Против Киршнет Украинцев Либо Мау Спорс Ну потому что Сейчас и Киршнет И Рашн Рулет За которые Мы сейчас Смотрели Они Сейчас Будут Играть Тоже Обе команды Сейчас Две игры И они Обе Играют Ну не знаю Даже Не Решай Сам Либо Анексис Либо Мау Спорс Вот Как бы Можно сказать Рашн Рулет Киршнет А На Мышей Посмотрим На Мышей Каких Мышей Мау Спорс За Немцами Ну тогда Туда же Идем Даже Не выходим С сервера То же самое С ТВ Гоут И вы Точнее Уже Теперь Меня Добавил Чувак Мировой Кризис Интересно Не Не Добавляй Это Подстава Сейчас Подожди Я спрошу Вы Грядет Новый Кризис Какой Куда Дальше Мы Не Кипр Может Он К Кипру Хотел Зайти Нет Может Он Ошибся Дверью Привет Hello Спасибо За Он Сказал Nice Stream Yep У тебя Кстати Часто Заказывают Треки Риана Right Now Нет Спасибо Я Такое На свой Stream Ставить Не Буду Будет Лучше Тогда Может Попросите У него Что Риана Right Now Может Нормальный Трек Нет Я Не Люблю Риан Мой Ник Говорит Сам За Себя Что Я Слушаю Что У меня На Стриме Обычно Играет Кстати Говоря Ты вообще Хаус Не Слушаешь Нет Фига Ну Ты любитель Качалки Со всеми Вытекающими А там Только Такое Я правильно Понимаю Ну Я В основном Что-то Либо Такое Классическое Более Менее Либо Рок Зарубежный Или русский Русский Я не ставлю Потому что Хейтеров Достаточно Много И Я ставлю Что-нибудь Старенькое ACDC Scorpion Металлика Металлика Морхеллен Металлика Металлика Кстати Хотел спросить Сколько стримеров Вообще На LiveKS Существует Кроме Меня и тебя Бездомное Бездомное море Просто Ну просто Как не зайду На LiveKS Трансляции Никаких нет И как бы Один плеер Всего Кто зомби И почему Они их сожрали Ну потому что Тогда Eat the world Ну потому что Сили мир Тоже плохо Как тут звучит У кого-то У кого-то Что-то произошло Кому-то надоело У кого-то Там отвалилось Что-то лишнее Или не лишнее В общем не знаю У каждого Свои проблемы Вот у меня лично Какие-то жизненные Ибо я уже Не маленький Так скажем И есть дела Всякие разные Помимо Собственно Игры и стрима Ладно А чем ты тогда Объяснишь Что тут только Twitch и Goodgame Два плеера всего То есть я у Эпсила Попросил Чтобы он добавил Мой Он говорит Нет у нас тут Только вот Свой так сказать Ну он стройный Ибо Зачем Подключать разные Чужие плееры Если Собственно На Проекте Стримятся Локальные Как правило Матчи Локальные турниры Точнее И собственно Зачем подключать Чужие твичи Если все у нас Здесь местное И собственно Твичара тоже местный Ну допустим Смотри Он нормальный Ты можешь Я могу рестрим Сейчас сделать На какой-нибудь Этот самый Как он Хотя нет Рестрим не получится Потому что машинка Одна Нет Не прокат На самом деле Можно на Сайбергейме Стримить И Рестрим На Твич То есть Там есть Такая Тема Видел я Такую Фенечку Не Фенечку А Если ты Слышал Возможно А ты где Живешь В общем В Москве Я в Питере В Питере Была Такая Федечка Московский Клуб Икса Старкрафтерский Старкрафтерский Относительно Недавно Появившийся Клуб Ну Готэму Что ли В общем Там Жесткие Тачки И Очень Много Задротов Профессиональных Старков Которые Живут В Москве Они там Собственно Обитают Они там Практически Живут На самом деле И играют Постоянно Общаются Там очень Интересно Ну и цены Соответствующие Так вот Там у них Студия Своя Со всеми Делами Если ты знаешь Что такое Хром Окей У них там Он висит За спиной Этот зеленый Фон Камера И прочая Фигня И вот При мне Сделали Рестрим Какого-то Английского Что ли Или Американского Американской Трансляции И озвучивали Вместо них Все это дело Было очень Интересно Смотреть Как это Все вживую Делается На тот момент Я особо Не прошаривался По поводу Фонов И прочих Фенечек Кто за стримом Лучше наверное Про меня Все молчат Интересно Просто Вот когда Почему я спросил Этот вопрос Сколько стримеров Как я не начну Стрим На лайв кс То все спрашивают Или наоборот Привет луча То есть они Не спрашивают Кто стримит Привет луча Как дела Ну наверное Потому что Последнее время Только я Отмечаюсь Со стримами Но и сам Начал Подзабивать На самом деле Потому что Ну реально Нет времени А все остальные Просто банально Вообще Вот никак Ни в какую Не хотят Вот ты не представляешь Какой у меня сейчас Окей фейс Вопрос задан А ты кто Человек 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 Специально Для зрителей На проекте Livecs.ru Обновил Описание Трансляции Ввел Собственно Два Никнейма Ведущих Сегодняшней Трансляции С вами Дорогие друзья Фанат Рока И луча Вот так И вот если ты хочешь Чтобы мы сработались Надо было сказать С вами Фанат Рока И я бы сказал И луча И вообще Все было бы Ну я просто Я просто Думаю Вот сейчас Запнешься Я скажу А ты не запнулся Не запнулся Понимаешь Я не запнулся Специально Потому что Частенько Такое бывает Я пробовал Свои силы С другими ребятами Я говорил Что многие люди С многими людьми Получалось Стримить хорошо Но бывали Отщепенцы Которые Дико тормозили В этот момент Ну и я решил Не испытывать сычбу И отговорить Первый раз Литературить Сам полностью Ну раз ты хочешь Вместе То без проблем Не-не-не Давай Я вот сейчас Расслаблюсь Сяду поудобнее А ты будешь Комментировать Да Выключим А ты давай Это Как раз Автокем есть Слушай Что-то не заходят На сервер Никак Ребята Да возможно Они решили Что нафиг Им это надо Посмотрю Сейчас Какое место Занимает у нас Маоспортс Маоспортс Они десятое место Занимают Им две игры Сыграть Пятнадцать очков А 3D Max У нас Сейчас У них девятнадцать очков Они на восьмом месте То есть Если Маоспортс Выграет две игры То они займут Восьмое место И получат Немножко зелененьких То есть Им надо Сейчас Как бы Играть А вот Рашнерулет Именно Им Как-то Как-то По барабану Потому что Они занимают Сейчас Пятнадцатое место То есть Они На самом В самом Низу Сейчас же У нас Киршнет выиграли Да Пока не обновили Похоже На Старладере Отборочные Таблицы Ладно Сейчас зайду Быстренько На другой На Анексис И Киршнет Посмотрю Может быть Там Если собрались То лучше Их Застримить Тогда уж Икса Скопытилась Привет Ривис Не знаю О чем ты Нет Я давно Там не был На самом деле Это раньше Было Более Менее Нормальное Место Возможно Сейчас Она Скопытилась Я не знаю Я не жесткий Старкрафтер Честно говоря Последние Мои Жесткие Годы Задротства Старкрафт Были В то время Когда Первый Еще был В моде Когда Была Асикап И прочие Фенечки Я не знаю Может кто-то знает Все эти Штуки В общем Тогда я был Жестким Школьником Из девятого Класса И сидел Ночью Направлять Вот Занимался Этим делом Сейчас Я иногда Поигрываю Во вторую Старку Но Чтобы Ехать В какую-то Иксу Специально Чтобы позаниматься Этим Старкрафтом Часа два Зачем Недавно Ездили В флэшбэк Вспоминали Старые годы На ладне Сидели Играли В кейс 1.6 Не выдержал Уснул Часов Наверное В шесть Меня там Расталкивали Кстати Лучше Что ты думаешь Вот Мне сейчас Стримерская СПЛ Говорит Что Смысл Смотреть Старладер Когда Финалисты Известны А тут Уже Так По фану Гоняют То ты как думаешь Стоит сейчас Смотреть Эти игры Ну а если Так относиться Вообще Зачем смотреть За играми Затем Что Интересно Как ребята Покажут себя Что сейчас У нас Определенная Отметка Времени Там Ксго Существует Столько Турнир Это Допустим Пятый По порядку Да Ребята Тренировались Определенные Составы Существует Еще Тоже Определенное Время Разное Интересно Как эти Ребята Допустим Как эти Известные Очень известные Для тех Кто знает Историю Контри Хорошо Очень известные Ребята Из коллектива Мау Спортс Насколько я понял С керчами Будут играть Да С тоже Небезызвестными Парнями Собственно Для меня Это интересно Просто сам факт Как в новой игре Как они адаптировались Какие они фишечки Будут применять И так далее Мне просто интересно Посмотреть на баталию А не на то Что Ой Кто же выиграет Баксы Кто же выиграет Баксы Это можно игру Не смотреть А банально Обновлять Какое-нибудь Табло На сайте Где выписываются Все результаты матчей У нас не стрим тут А какой-то Пока все дома Ну практически Подметили Мне на СК2TV Человек говорит Что Икса Уже давно Закрылась Я не знаю На самом деле Я просто Сказал Что я слышал О ней Что я видел А когда ее закрыли На самом деле Ревис Расскажи Вот эту Кошмарную историю Потому что Я реально Там очень давно Не был Кстати Вот я сам Не знаю Кто такие Керчи Первый раз Их вижу Фактически Ну вот на этом Турнире Ты знаешь Не Я вот Честно Я за 1.6 Не следил Я следил За КСС Потому что Я больше Один из Украинских Топов Топов Со времен 1.6 По-моему Я вот Тоже могу Соврать Я в истории Не особо Прошарен Но мне так Кажется Что Нави появились Позднее Чем Керчи Нави появились В 2009 году Насколько я знаю Да Значит позднее Точно Чем Керчи Потому что Керчи Очень долго Существовали И показывали Себя С хорошей Стороны Ну прости Уж Костик Котостик Кстати Ты не знаешь Поменялся Сильно Состав После 1.6 Вот сейчас В go У Керчи Нет Я сейчас Не скажу Ничего Потому что Во-первых Я подзабыл Как я уже Сказал Во время Той игры Я подзабыл Сам Состав Вообще Практически Все составы Коллективов Которые Существовали Это раз Потому что Я давно Не крутился Вот в этом Во всем А во-вторых Ребята могут Играть под никами Которые Они изменили Под чужими Какими-то Ну я не знаю Допустим Ник у него 1-2-3 А он играет Под Телефоном Каким-нибудь То есть Такое тоже бывает И собственно Я не могу Точно гадать Кто Под чем Играет Точно Это Знает Единственный Человек Который Реально Варится В этом Деле Это Товарищ Товарищ Игре Слем Который Общается Со всеми Ребятами Напрямую Который Постоянно Вертится В этом Деле И я думаю О всех этих Штучках Знает он Очень хорошо А вот я К сожалению Не прошарен Ну да Я завидую Немного Слем Что у него Столько Действительно Информации И ему Так легко Стримить Потому что Он может Сказать Всех В лицо Знает Игроков Всех Подмечает И Очень интересно Смотреть Иногда Его стримы Перенимаю Информацию И рассказываю Уже своим Зрителям Тоже пытаюсь Сейчас Как-то Новости Постоянно Читать Ты знаешь Что Наверное Слышал Когда я Стримил Первую Игру Что Дельпан Переходит Ксго Тоже Дельпан Со своей Командой Алхимики Вот И попытается На Гопенгайнс Геймс 27 Числа Ой Нет Подожди А 27 28 Где-то Отборочные Будут А вот Следующие Выходные Что ли Будет Гопенгайнс Геймс То есть Очень неплохо Я думаю Надо Посмотреть Будет За его ВП За его Продвижением В Ксго Насколько Насколько Изменится Его игра Что Торос Василий Такой Василий Что не так Кстати Прошла инфа Что Давно Закрыли В прошлом Году Еще летом Прошлого Года Иксу Да Да Я не знал Что Прозошло Василий Такой Василий Да Василий Просто Ездит По клубам И ему Относительно Простите Пожалуйста За это Слово Насрать На все Эти Иксы Потому Что Они Никчемные Вот Вот Такие Вот Дела Мне Нет Мне Ты Василий Я про себя Так Говорю Нет Я не Василий Я просто Я так Понял Что Это Про Меня Я Василий Вообще А Возможно Это Все Так Про Меня Я Просто Не Знал Окей Да Очень Приятно Нет Я Иногда Меня Гриша Зовут Да Время Застрим Сначала Игру А потом Уже Познакомились Нормально Да Абсолютно Правильно Странное Имя Для Дочери Ну ладно Я Видимо Очень Сын Василиса Все Правильно Так Вот Я Частенько Васими Называю Людей Которые Где-то Тут Ох Я знаю У меня Одногруппники Постоянно Эй Вася Иди сюда Типа Но Это Не ко мне Обращаться А единственной В группе Вася Ну и Как Это К этому Относиться Я не знаю Не ха-ха Не смешно Совершенно Кидать чем-нибудь Стулом Что ли Не Ну стулом Это конечно Сурово Ну сурово Отломил Ножку Кинул Вот так Вот Предупредительный А потом Остатки Кидаешь Ага Представляю Когда В 2004 Году Или еще Раньше Я короче Мелкий был Лет 12 Наверное Пытался сесть за компьютер Меня Как брат Отгонял Он мне Тапком Кидал Нормально Ну то есть Адекватные Братья Чувства Так сказать Да Привет тебе Тоже Сузуки Ну что У тебя Заходят люди Нет Или ты Поменял Тоже Сервер Я Ничего Пока не Менял Ничего Не чекал Я свернул Эту Хардкорную Гру А люди Уже Зашли На самом деле Мар Спорт Совсем Обленились Ребята Написали Просто Маус Слушай Это что за Фитичка Такая В Смысле В Хеллсбарах Наверху Вместо Надписи Резет Что у них В теге Значится У них Russian Roll It Как это Сделано Это типа Какие-то Вот Группы В стиме Они добавляют Друг друга И называют Да То есть Полное название Отображается Сверху А вот Именно Клан Тек Отображается Оттуда она берется Из группы В которой Она составит Да Я понял И все это Настройки Можно Так Но я уже думал Что тут Лайв Потом увидел Как В друг друга Кидаются Грены И понял Что Какой взрыв Смачный Так Ладно Запилю вам Картинку А то Вы что-то Смотрите На На то Что скоро Начнется Стрим Я думаю Смотрит Просто Работаю Единственная проблема Пока что Не добавили Медиа То есть Допустим Рекламу Я не могу Пустить Как в Эксплите Можно было бы Просто добавить Файл И он сам Прогружается Вот В бейс Такого Нет Но Достаточно Неплохая Программа Сейчас Open Broadcaster Software Запиши Себе Где-нибудь Я уже Сайты Капкал Сейчас Ее Постоянно Фиксят Добавляют Клиент Новые У меня Как раз Лицико Заканчивается Летом Зачем Платить За Новые Если Можно Я не Говорю Чтобы ты Переходил Я просто Советую Что Есть Такой Обязательно Именно Поэтому Появилось Сейчас Очень Потому Что Не Хотели Либо Платить За Хорошее Качество Бочинка Слабая Потому Что Или Или Денег Нет Да Слушай А у нас 1-0 Это Что Это Старт Уже Дан Неплохо Так Неплохо Это Старт Уже Дан Да А Че Ножей То Не Было Ножей То Не Было Мы Че Как-то Простолопочились Я Вот Как-бы Еще Идет Ну Ладно У нас Закуп У команд Террористов Взяли Они Два Раунда Рашнер Рулет За Сторон Террористов Маоспорт За КТ Играется Карта Д Мирэдж Гоу Как и В прошлом Рашнер Рулет Решили Подчеркать На Нее Видимо Удалась Удалась Для них Карта Да Что У нас Тем Временем КТ КТ Как Всегда Три На А Ну К На Люльки Ой Хорош Хорош Место Занял Керриган Сделал Минус Один Сейчас Смотри С ножа Сажать Ди Убивает Господи Это Надо Где-то Выкладывать Я уже Не знаю Что у нас Тем Временем Маоспорт Неплохо Настреляли С М П 250 Походу У нас Луч Либо Отключился Либо Я не знаю Что Луч А ты Здесь Нет Луч С нами Хотя Еще Звонок Идет И мне Надо было бы Конечно Сделать Рестрим Ну Ладно Стоп Старт Точнее Что у нас Взяли Маоспорт На сливе Закуп Чужой Очень Неплохо Дайте Ссылочку На этот ТБС Инги Нож Хорош Да Согласен Вообще Неплохо Все Получилось И Керриган Убил Одного Еще Второго Поджарил На своем Ноже И у Него Конечно Полный Закуп 3250 Осталось Опять Напоминание Что Обновите Гугл Хром Не Буду Я его Обновлять Так Ну что Не торопятся У нас Террористы Хукс Флюкс Где-то Лазит Под Бэм Будут ли Его ждать Или пытаться Выйти Без него Делмик Пока ждет Кстати говоря Кто у нас Играет Нуки Зоникс Апрокс Керриган И Тробли 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 Так И это Выход Выход на А Сейчас будет Керриган Да Хорош Минус Через дым Минус Первый Пошел Хорошо Набревают Мауспорт Закуп У команды Террористов Почти Полностью Выбит Уже Хукс Флюкс Остается Один Он зашел С перемычки Против Прошу прощения Троих Да У него Ничего не получилось Тут Тробли Лицом К лицу Встретил Его И покарал По полной Программе 2-2 Счет Дамы Господа И я почти Ничего не пропустил Не Мауспорт Затащили На пистолетах Как бы Был нож Но нет Ничего не пропустил Да Окей А я думаю Еще будут Каркорные вещи Все-таки Это легенды Мауспорт Ну да Я смотрел Очень много раз Как они играли ESL Не помню Какой турнир 5 на 5 Против Альтернейт Атакс КСС Очень неплохие Игры Особенно Тускани Любимая моя 15-16 Выиграли Мне кажется Мауспорт Там у них Очень серьезное Такое было 16-14 Что ли Счет 16-13 16-15 Такими счетами Закончились Матчи Да Там очень интересно Было посмотреть Я просто Залипал ночью Ну что У нас опять Слив команд Территор Так как Они проиграли Уже 2 раунда Подряд Сейчас опять Они закуп Проиграли И Смотрим Что они делают В люльку Видимо А нет Сорри Внизу На мясо Ход с пачкой Ребята уже заходят В дом В дом Смотри на Делмика Просто Посмотри на Делмика Господи Какой Условил Делмика Отличная позиция Прохожу Зоник Просто прыгал Ему Господи Это повтор Тоже ситуация Что у нас была Сегодня Что заход В спину Только здесь Делмика Резалов Себя на все 100% И мы видим Этот Замечательный Безопречный Раунд Сейчас Тупо У нас под выбранных Девайсах Играет атака Уже минус 1 Есть Была ситуация 3 в 3 И сейчас Сплит Разобрали Керриган С ВП И смотри 1 на 1 Апрокс против Делмика 38 против 83 3 хп Абсолютная Ой Хорош Апрокс Да Добил И тащит Для своей команды Третий раунд 3-2 В пользу Маус Спорс Неплохо Это будет Жаркая встреча Я уверен Да Я уже считаю Но кстати Маус Спорс Насколько мне Не изменяет память Проиграли Виртус Про С счетом 16-6 Или 16-2 16-2 Кажется Да На карте Дэнферно Насколько я помню Или 16-4 А Виртус Про Выиграли 16-4 А Маус Спорс Вылич на 2 Вот я точно Вспомнил А Маус Спорс С датовцем Я уже не помню Как сыграли Так Ну что У нас Кэрриган В люльке С АВП Реализовал Конечно Сразу же Минус От него И что-то Происходит В случае Что-то Непонятное Нет Нет Я просто Удивился Как так Можно выскакивать На центр Против авека Если Ты понимаешь Что он контролит И собственно Он убьет Но надо Выскакивать И умирать Да нет Ты понимаешь Это профессионалы И я думаю Он считал Что калаш Калаш Бьет АВП Что Что не рассказал Про профессионала Какого профессионала Ты о чем Я наркоман Я забыл Ой Хорош Опрос Просто заходит В яму Нарезает Но тут Делми Конечно Его останавливает И 3 в 2 Это я себе Хинт Пописал В скайпе Это я потом Чтобы не забыть Я тебе расскажу После трансляции Я обещал рассказать Про ассоциацию Со словом Профессионал У меня Не всегда Смешно Я тебе тоже Расскажу Пару Я думаю Ты слышал Про Virtus.pro Как я Отзывался От них О них Хорошо В кавычках Ну в общем Расскажем Друг Возвращаемся К нашей игре Окончательные Бесповоротные Друзья У нас Mouse Sports И Russian Roll Серия Столцер Пятый Пятый Если я правильно Говорил Что Все правильно Четвертый раунд Берет Mouse Sports Свою копилку И будет ли закуп Террористов Да Могут конечно Сделать Но Я думаю На Глок Сыграют этот раунд Что нибудь Фастовое Выйдут Все вместе Было бы неплохо Я думаю Уйти А Ну нет Смотри Делмик берет Дигл И я не думаю Что он что-то Сейчас с ним Сделает Идет он на мид На Керриган Опять Керриган Керриган Опять Смотри Сейчас минус будет Нет Рандомный А вот одного Кстати пропустил Делмика А вот второго Как-то забрил Сразу Непонятно Рандомный Пистолет Точнее Керриган Еще один Хэдшот Ну это просто Ну зачем Вылезаете С деглами на АВП Ребята Иде ваша логика Смотри Керриган А уже минус 3 Да кстати ТДС Фок Я тебе потом Скину запись Я специально На ютубе Записал эту песенку И кто хочет Понаркоманить Послушайте Песенка Булочек Да То есть Я тебе тоже Скину Чисто-чисто Поражать Люди оценили За Буквально Два часа Уже было 50 просмотров Сразу Я думаю Люди Сразу Перекидывали Друг другу И Это Только Выложил Уже Сразу Народ Попер Я тебе скажу Нежесткие Рейды 50 просмотров За два часа Но тоже Я имею ввиду Что У меня Как бы Ютуб Не сильно Распространен Всего Лишь 27 подписчиков Не то что я думаю Там у тебя Как ты уже Достаточно Долго Нет Но все равно Все равно У тебя Запилено На лайфкс Можно сказать На главной Твои записи Я сегодня Смотрел Оценивал Можно сказать Смотри Апрокс Сделает Минус Наконец-то Люльку начали Смотреть Мауспорт Что у нас У Керриган Люльку Смотрел Всегда ОВП Собственно В исполнении Керриган И он смотрел Очень неплохо Три раунда подряд Были сделаны Каждым раунде Минусы А вот в последнем Получается В седьмом Который уже прошел В Маузе Его взяли И Керриган Сделал Вообще Минус 4 Три фрага С ОВП Один с Пеколя Вот так Так что Люлька Они даже Очень хорошо Смотрят А у нас Выход на Б Выход на Б Причем неплохо Ди Жалко не убил Зоникса Мок-мок Но попал в стену Увы 73 хп у него И инсом Хороший чек Ди Да Зоник У меня постоянно Это слово Хорош 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 Инсом Отличная игра В исполнении Прилипает Слово И его Никак Не убрать Из лексикона Я думаю Все многих Распространяй Подумай Сядь Помолчи Подумай Точнее Если ты Если ты Стоишь А бабочка Как в животе А если Сижу То встать Ладно Я встал Я встал Господи У меня тут Просто Над столом Лампочкой Она теперь Смотрит Смотрит Прям Мне в глаза Я не могу Видеть Что происходит Да Лампочка Смотрит Солнце Светит Прямо Глаза Загораем Моя спина Когда на тебя Смотрит Лампочкой Ты это понимаешь Это конечно Тяжело Воспринять Ну да ладно Ребята Мы возвращаемся К нашей игре У нас Осталось Да Наверное Девятый раунд Уже Вот как удобно Слушай Нет Ну это прям Совсем Ну Стримеру перестает Такой актуальной Работой Ксго Потому что Ничего делать не надо Практически Остается только Балаболить И банально Чекать Ну а представь Что было бы Ити на канделаки Сэпстримила Она бы Ее бы только Наверное смотрели Потому что там Все сразу То есть Минус 5 Да Она сразу Перечисляет То кого Искольких оружия И сколько ХП было отнято За каждый выстрел Я немножко Неправильно Воспринял Первые два слова Точнее Я воспринял Их заодно Где-то Сказал В общем Если ты не понял Посмотришь Свои стрим Потом И оценишь Ладно Я Так Сейчас я посмотрю В обоися Какая-то минута Чтобы точно Вместо этого Я понял Вот это Что-то типа Как у Комментируют У комментаторов Хоккея У него же опыта больше Что сказал У него же Опыта больше А ну да Практически Так Ну что друзья У нас 9 Вернемся 10 Тут Отличное Посмотри Где он уже воюет Ну как так Прошел Так Ладно Говори Я даю тебе Те и другие И дефенс И атака Вот Допускают Вот Косяк На фронтах На своих Одним пропускает Хая в люльку Вторые пропускают Апрукса В дом Но все-таки На пистолетах Сейчас играют Большинстве Ребят из Мауспортс И играют они успешно Мы видим минусы Атака остается Втроем Против собственно Троих Голубеньких Ребят Так Ну уже Поздняя ночь Можно сказать Поэтому мне сказали Заткнуться Говорить потише Я имею ввиду Да Поэтому я больше Не буду эмоционально Стримить Я буду Тихо Шепотом Что у нас Денмик очень сильно Прослевывают В CSGO Очень много Ну как в 1.6 Сделали Очень много Чего можно Пострелить Я тебе может быть Даже потом скину Ссылочку Там где В WorldEdit Насколько я помню Angel Или Да Кажется Angel Простреливал В WorldEdit Через стену Попал И WorldEdit В ответ ему В ту же стену И причем Убил Это было Очень эпично Типа че Ты прострелил Что ли Вот как надо Прострелить Прости Если как Чак Норрис Это что Удар 5-5 Тем временем Сравняли счет Рошу рулет Очень неплохо Молоспорт конечно Моралью задавили В начале Что ты не можешь Я не могу смотреть На этих бегущих террористов Они такие смешные Ты не смотрел Мэдисона Там Был Да кстати Инкредибл Я тебя тоже где-то видел Скажи мне Подскажи мне Где Ну кстати говоря Ди и Инсом Остается вдвоем У них Очень много Много времени еще Чтобы что-то сделать Что-то предпринять Но Инсом Идет на фаст И причем Сбривая сразу Бедного Нуки Нуки Мой любимый игрок Был в КСС Очень любил за ним смотреть Особенно С ВП Когда он стрелял За игла Это было божественное Он именно так пишется Нуки Ну Зыгрик А может Чел Который пишется Так же Нуки Только Не Игрик В конце А А с точкой И Е Это другой чел Это другой чел Мне кажется Потому что Я помню Именно Из Маус Спортс Ну точнее Он не был вроде В Маус Спортс Тогда еще Вот именно Нуки Он кажется В МТВ был Да Нуки был в МТВ Это 100% Не знаю На самом деле Если сравнивать Турниры по 1.6 По КСГО По Сорсу Сорсу является Наиболее Несерьезным Видом Наиболее Несерьезной дисциплиной Насколько мне кажется Потому что Ну Сорс Это такая жесткая физика Что это Полный Рэндал Не Нет Я думаю Ты просто мало Играл в нее Точно такой же Рандом Как и в КС 1.6 Я знаешь КС 1.6 Немного играю И смотрю Ой какой рандом Какой рандом А в КСС я знаю Что если я выясню Вот так Один патрон Все в голову полетит Вот я с тобой Не соглашусь С точностью Да наоборот Я скажу Это на самом деле Долгая тема По поводу Разборов Полетов Кто Что Где Как 1.6 КСС Как бы Что лучше У каждого свое Кто-то играет КСС Кто-то играет КС 1.6 А кто-то играет В Вот это вот Оба Керриган Керриганда Через дым Неплохо Убил Хая Смотри кто-то что еще Второго поймает Нет Гранатка У тебя видимо Задержка больше Чем у меня Потому что он у меня Уже ушел И пошел смотреть Ковры Которых никого Не было Как бы Так ну что Надо сделать Террористы Террористы у нас Видимо будут Разыгрывать А что ретри Не прописалось В ретри Нет такого Теперь слова Понятно Его надо Биндить Понимаешь Есть Теперь слово Только дискомемер 1.10 Вот все нормально Теперь у нас Одинаково Ну это Замечательно Задержка Я думаю 90 секунд Вообще В общем У слайма Кажется задержки Нет Потому что он В СТВ сидит Но у него задержка На стриме должна По идее Тогда Чтобы они Уже Палили Ну смотрим Сейчас будет выход На А Из перемычки Хотя Хотя Инсом Идет на Зигу Почему-то А вот Ди Ди В перемычке Хукс-люкс Минус Хороший Вообще Отлично Это было Это было Эпично Согласен Это был Жесткий чек Это возможно Он хотел разбить Просто Но нищий Никому хотел Разбить решетку Он разбил Щи именно 7.5 Тем временем Молспорт Сберет Кэрриган Решает Очень сильно Решает Со своим ОВП Не дает Не прощает Ошибок Решенрулет Вроде как Идут Но и Подходит Я вижу Кто кого Ловит Как бы Надо им Все-таки Выходить Видно Что Молспорт Более Скилловый Нежели Решенрулет Надо Решенрулет Давить Именно Массой Флешками Гренами Все Все Мести А Не Вот Это Вот То Что Сейчас Происходит Смотри Вот Флешка Да И все Сразу Ди Пошел Кэрриган Жалко Не Отделили Дымом И тут Уже Инсом Я думаю Мало Что Сделать Сейчас Кэрриган И его Прихлопнет Как Муху Да Так Это И случилось 8-5 Счет Два Раунда Осталось До Второго Периода Ну И мы Ждем Подвигов От Решенрулет Ну Молспорт Конечно Покажут Все В атаке Я думаю Тоже Хорошо За Маузов Я Абсолютно Не волнуюсь Потому Что Ребята Действительно Опытные Ребята Сыгранные Более Менее И Собственно Я думаю Они Поизучали Кейс Го Как Следует Играть Турнир На самом деле Ждем Чудес Именно От Домника Но Сейчас Будет Слив Ну Да Ничего Не Происходит Потому Что Керри Гори И Шансы На Победу В этом Раунде Ворошенрулет Почти Нулевые Они Изначально Были Конечно Небольшие Но Сейчас Совсем Уже Все Плохо И Тут Смотрим На КТ Пришли Почти Все На Б Защитить Этот Пленд И Помаленьку Потихоньку Умирают Террористы По одному Причем Заходят На Зигу Опять же Не вместе Идут И пытаются Что-то Убить А Идут По одному И сливаются Именно Ну Грусть Печаль Они Отлично Так Легли Вот Вдвоем Бывает Все На самом Деле Ну Все Бывает Блин Да Я Заговорился Что-то Абсолютно Разные Ситуации Абсолютно Разные Какие-то Раунды И счета Вот И я Всем Не устаю Напоминать Вот Этот момент Замечательный Когда Не помню В World Кибергеймс Это был 1.6 Виртуза Слили Первый период Что-то 14.1 Или 15.0 Вообще Ужасно Просто Играли И потом Они умудрились Выиграть Его Совершенно На морали На каких-то Волевых Качествах В каких-то Моментах На командных Действиях Просто Раскатали С их оппонентов И Такое же Включение Жести Может произойти В рулетах Потому что Мы Собственно Русские Всегда Были Непредсказуем Если Собраться Если Какие-то Правильные Слова Сказать В Тимспикере В Мамле Где Ребята Сидят В Вентрилке Ключевые Слова Это Включаем ВХ Включаем ВХ Фактически Так Золотые Один Против Двоих Решает Ладно Все Проехали Все Один в один Только вместо Маус Спорт Были Керчнет А вместо Розетта Были Собственно Вот эти Вот парни Которых Я уже Забыл Отлично Просто А у нас Ожидание Тим Свич 12 секунд Можем Рассказать Абсолютно Непонятных Вещах Пока ты это Говорил Уже Время Заканчивается Что Не сбросится Счет Будет Производиться Не сбросится Просто был Рестарт И Вот видишь Все У нас Здесь 5 Счет Просто Кто-то Пошел Что-то Делать Это Просто Нереально Я убить Никого Не могу Почему Все Такие Жестокие Возможно Потому что Это Стар Сирис То есть Лучшие Команды Лучшие Игроки Европы Я думаю Мира Хотя Такие Как Португальцы Испанцы Не играют Вроде Как Которые Не просто Банально По фану Играют А которые Затрачивают Именно За вот это Правильное Слово И Лучше Его Не Подобрать Которые Размусоливают До конца Да Ух ты Вот Смотри Какая Интересная Штука Подсадка На забор И Запрыгивание Но нет Тут Ди Остановился Но Было Сыграно Неплохо Неплохо Тут Мало Спорт Снуки Скайрриган Сейчас Зарешают Если Будут Конечно Смотреть По сторонам Найс 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 2 Остались Ребята Проход Есть Занятие Спота Ну Бомб Поставлена Привет Волына Так Ну Смотрим Что происходит Очень Хорошие Позиции Террористы Заняли То есть Они С двух Сторон Могут Просто Зажать Кого Нить Одного И Сейчас Скорее Сво Произойдет Если Трабли Да Смотри Трабли Конечно Неплохо Разыграл Но Его Мэйт Зачем Вышел Не Вовремя Совершенно И тут Перестрелка Один на Один И Хукс Люкс Успеет Или не Успеет Успеет Кстати Был такой Лаг Когда Время Вроде Доходит Начинает Пикать Бомба Совершенно Сильно И она Взрывалась То есть Ты не можешь Все равно Ее дейфить А сейчас Уже Исправили Когда она Начинает Пикать Все равно Еще Одну Или Две Секунды Дейфить Ты Просто Не Слышал Как Она Пикает Будут Снимать Крепкий Орешек В 30 Будет Там Ядерная Бомба И вот Как раз Тебя Надо Пригласить На Звучку Когда Брюс Уэллис Наконец-то Будет Погребен В обломках Взрыва Где-нибудь Там Смотри В наглую Малоскор Сейчас Ставят Бомбу Причем То, что Они проиграли Раунд Они вышли На И поставили Бомбу И скорее всего Будет Следующий У них Зак Две бомбы Стояли И должны Готовы Сейчас Будет Рашнерулет Против Такого Поворота Событий Да Дейсса Бомба Это 10-7 Закуп У Маус Спорт Скорее Всего И Закуп Конечно же Рашнерулет Кто Такой Зож Инкредибл Скажи Мне Пожалуйста Я Лично Не Понимаю Кто Это Не Знаю Зож Где Это На СК2 ТВ А Я Не Чекаю Этот Чат Вообще Я Чекаю Потому Что Там Такая Тема Если Ты Не Чекаешь Чат Тебе Доставят Минус Чем Меньше Тебе Рейтинг Тем Ниже Ты В Топах Ну Хотя На Самом Первом Топе Поэтому Я Лирическое Лирическое Отступление Которое Полезное Полезное На самом Деле Не Сухое Комментирование А Какие Рассказы Про Что Интересное Это Не Бывает Ну Я Поэтому Жал Что Чатик Молчит На СК2 ТВ На Лайв Конечно Много О чем Посмотреть Поражать Но Такого Именно Общения Со Зрителем Нет Как Такового Хочешь Передать Привет Отправь СМС На Привет Привет Хочешь Пообщаться Нет Костатик Я Тут Уже Достаточно Давно И Я Уже Вешу В топе С самого Начала То есть Уже Наверное Месяц Я Не знаю Даже Когда Уберут Меня Или Нет Или Может На Ностальгической Неделе Такая Проблема Там Есть Такая Действительность Керриган Хорошая ВП Показал Да Снова Снова А 3х Это Значит Три фрага В смысле Верхнем Правом Углу На Хелсбаре Конкретного Игрока Писалась 3х Нет Это 3 Значит МВП Игрок Ну Смысл Тихо Это Три Килла Да Да Именно Так Так Опен Фраг От Робли С П 250 Опять же Подмечу Читер Однозначно Читер Смотри Крейзи Так Вообще Поджал С мяса Зашел В дом Кус Слык Сыграет Зигзаг А тут Три парня Вывалились Дома Наказали Хукса Хай Подходит Ой Ой Ну все Сейчас я думаю Орут очень сильно На Инсома Что Как они Мимо тебя прошли Ты же там стоял Наверняка А он там уже Опоздал То есть Представь Ты приходишь Там никого нет А мимо тебя Уже оказывается Прошли Я думаю Очень сильно Обидно Ему Проворонил На самом деле Насколько я понял Проходил он через мясо Спрыгнул с люльки И выше Выйти с перемычки И дойти Просто Не спалившись Ни на топов Дойти До этого места Нельзя было Либо он спалился И его бы замочили Сразу Либо бы он Вот как-нибудь Их встретил Просто Неожиданно Что вот так Вот они быстро На степе Тоже пройдут А на колесе Пропрыгать Полушумно Так Как это делает В 1.6 Здесь не представляется Возможно Потому что Такой функции Здесь нет Насколько я понимаю Кстати Когда много раз Пригинаешься Ты устаешь И больше не Пригинаешься А Это Типа Обмозговываешь Информацию Да Неожиданную Пытаюсь сообразить Как же это может быть Ну вот Присядешь 5 раз И все И уже Медленно будешь Присаживаться То есть Ноги устают Понимаешь Перекам Да Перекам Количество раз Нажатых на контрол Увеличивает Твой возраст В 5 раз Смотри Что здесь Варит Ди Он просто Карает Карает По полной программе Террориста Опять же Была Ну отлично Да Но на Тайминг На выход Так Сделал Все очень неплохо Слушай А что делает У Дефенс Ломик На портфеле На их Вот На этом Я не буду Ничего вообще Трогать Чтобы у меня Камера сама Переключалась Не знаю Что делает Ломик Может быть Они им Как-то Разрушают Бомбу Это подарок От города Лена Фримена Наверное Каждому Ну Ну Half Все Такие Да Такие Нет Вот При 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 Озвучивании Назмания Этой Корпорации У меня Плохие чувства Возникают Потому что Ребята Испоганили Мою любимую Игру За ним Кажется Не на 6 Они Они Испоганили Все Что Создали Они Да Ну Собственно Они Игра А потом Взяли И решили Они Не создавали Начинать с того Что они Не создавали Кажется Не на 6 Они Выпустили Они Просто Перекупили Права Насколько я Помню Или же Они К ним Пошли Разработчики Обратились Это была Единственная Ошибка В жизни Да И кстати Что самое Интересное Вот Global Offensive Это Проект Сторонних Каких-то Разработчиков Ну Valve Конечно же Вот у них Какие-то Группы Разработчиков Вот их Собственный Проект Набравший Много Пишет Хай В чате Бич Наверное Он хочет Просто на пляж Ты не понимаешь Ничего Я понимаю Да Хорошо Ну и Собственно Возвращаясь К теме Тот человек Который Создавал Кайс Не на 6 Это Некий Гус Гузман Вот К сожалению Забыл имя И фамилию Этого Товарища Даже Можно Пронаблюдать На дасте На втором В кс 1.6 На гусе Вот Как раз На той точке Есть такая Надпись С зеленым Баллончиком Гус Тот самый Парень Гузман Вот этот Чел Разрабатывает Контер Страйк Ой-ой-ой Я уже забыл Как он Называется Какая-то Разрабатывалась Очень долго С поддержкой Китайской Уже Компании Невэлф Ибо Вэлф Ему Отказали Вот Он Разрабатывал Эту самую Игру Такую Замену Кс 1.6 Но вот Что с этим Проектом Стало Я К сожалению Не знаю Надо будет Уточнить И он Выпустил Point Blank Нет Это уж точно Не Point Blank Смотри Как развели Сначала Пошли на Б Теперь Уже Маоспортс Шевелят На А Но тут Правда Все Вместе Раш Нулет Пришли Защищать Блэн И Удачно У них Удачно Это Получается Да Привет Тебе Флюр Incredible Говорит Гус Хиддинг Лимин Лимин Его зовут 77 Года Рождения Чувак Загуглил Да Еще Столько Раундов А Вот Шутер Или Нет Шутер 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 Называется Новый Его Сейчас Сейчас Прогрузится Черт Скажи Своему напарнику Этот чел Делал Даст 2 Он не успел Доделать Умер И доделывал Уже Другой Что За Хрень Не Знаю Как он Мог Умереть Если Разрабатывает Игру Сейчас Tactical Intervention Может Это Как раз Другой Человек Который Доделал Эту Карту Понимаешь Нет Бузна Это Парень Который Изобретает Разрабатывает Игры И он Продолжает Жить А Насчет Лемин Он же Гузман С ником Гузман Он Именно Игрушками Занимается И вот В связи с тем Что Даст Была Одна из Первых Карт Точнее Самая Первая Турнирная Декарта Которая Вообще Была Сделана В Коснин 6 Там Разработчики Карты Нарисовали Благополучное Имя Разработчик Самой Игры Пока У нас Есть Пару Секунд Я напомню Что С вами Фанат Рока Это я И Лучи Я паузу Опять не поставил Я отомстил Могу Сказать тебе Да И мы Стримим Сегодня Стар Сирия Стар Ладер Пятый Сезон Отборочный Этап Последние Игры Отборочных У нас Играют Маус Спортс Немцы С данный Момент Они За террористов Выигрываются Еще на 39 У Россиян Рашн Рулет Да И Сакуп У обеих Команд На Дальше Вот они О чем Выход Тем временем На В принципе Неплохой Но Апрокса И Трабли Сразу сбивают Ди Неплохой ВП Показывает И Делмик С фанганом С фанганом Который на больших расстояниях Мало ХП Сносит Но Зоникс И Нуки Достаточно Неплохо Вышли И Заняли Свои позиции Нуки Зачем Правда Отходит Назад Бомба Непонятно Где лежит Видимо Ее сбросили Где-то Отображается На карте Нет Она сначала Отображается Когда ее скидывают А потом Она пропадает Это вармод Понимаешь Странная Фигня Конечно Еще Радар Пофиксили Так Радар Был Вообще Ужасный То есть Он на одной Точке Стоял И Пофигу Затем Ты сидишь Он Смотрел В одну Точку Можно сказать Зоне Кстати Поймал Инсома Который Решил Прочекать Самое Интересное Нуки Заходят Ди В спину Не Смотри Он идет Дальше Проходит Жаль Не стал Чекать Люльку Увы Груз Печаль Такое Затишье Перед Бурей Практически Интересно Что Произойдет Действительно 20 секунд Осталось Бомба Ставится И Ди СВП Жалко Он не Прощекал В момент Когда Нуки Проходил Сзади Него Было Я думаю Очень Замечательно Ну А сейчас Флешка Пошла И Прощай Прощай Ди Да Это 14 Раунд Уже Берет Маус Спортс У нас Я думаю Тут Шансы На то Что Рашн Рулет Затащит Ну Есть Конечно Есть Но у них Сейчас Лив В этом Вся Проблема То есть Они Уже Не Выиграют В любом Случа Если Конечно Сейчас Не Произойдет Чудо И Делмик Взял Это Чудо В руки И Посмотрим Что Он Будет С ним Заметил Что Делмик Взял Великолепное Оружие Нет Лучше Меня Опять Покину Поэтому Я Я Никого Не Покидал Я Просто Смотрю Это Дробаш Я Понимаю Да Это Дробовик У него Патрон Сделал Нас 5 На Нюки По Головам На Рампе Нас Сколько По Лайт Да Да Именно Так Все И Продошло Вот Блин Шведские Задроты Остается Только Дил Удаваться Насколько Времени Можно На Эту Игр Продить Смотрите Какая Интересная Ситуация Вроде Атака Начинает Разрабатывать Бойспот Но Оставили Шрабли На Поджимах Спины На Контролах Самое Интересное Эпрокс Того Парня С Дробашом Вообще Не Ждет Ой Хит Нет Смотри Развернулся Как будто Чувствовал Пятая точка И да Убивает Битного Дельника Не реализовал Он свой Фанган А жалко Жалко Я бы хотел Посмотреть Да Нет Шифт Как услышать Это Шифт Это Все-таки Кс Го Но Шифт Здесь Руно Не Слышно Хотя Когда Прыгаешь Шифтом Уже Слышно Вроде Как Макс Слышно Точно Что Я Наш Прыгаешь Сейчас Точно Также Если Прыгаешь С Шифтом То Не Слышно Не Знаю Как Кс 1.6 Это Тебя Надо Спросить Ты У Нас Можешь Сказать Профит По Кс 1.6 А Меня Можно Посмотреть Про Кс То есть Мы Друг Друг Дополняем И Можем Представить Вдвоем Что Изменилось Спустя Много Лет И Что Добавили В Кс Гол Забей На игру Пошли В Call of Нет Для Мне Лично Подошли Больше Подошли Третий Я Любитель Покрушить Поломать Здание С Вертолета У Нас Пошли Под Б Пошли Под Мид А Тем Временем Мол Спорт Вышли На А И Спокойно Вы Заплатили Даже Не Сделав Никакого Минуса Да То Очень Хорошо Дорвался Но Слив У Команды И Скорее Сего Это Дальше Это Будешь Мало Ли Еще Что Может Две М Есть И Нет Ну Ты Видишь Даже Здесь Просто Дым Пять Людей Смотрят В одну Точку Смотри Что Ставает Делмик 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 Минус Два И Хукс Флюкс Минус Два Хорош Вообще Девять КП У него А ты Уже Похоронил Их Ага Сейчас Ну Правда Нет Диффуза И И Трабли И ГГВП Это Было Это Реально Красиво Это Было Реально Красиво Делмик Минус Делмик Минус Два Немного Им Конечно Не Хватило Но Вот Так Бывает Бывает Все Главное Не Отчаяваться На сегодня Игры Закончились И Так Сейчас Я Быстренько Уберу То Что У меня Понавешано Кверда Против Инконект Да Всем Спасибо За Просмотр С Ну у тебя Просто Два Слова А у меня Одно Как-то Неинтересно Тогда Василий Фанатрока Что Добавишь И Григорий Луча Собственно Интересно Достаточно Посмотреть За игрой Которую Я Практически Не Смотрел За командами Которые Очень Сильно Нашумели И Конечно Очень Приятно Было С тобой Пообщаться И Покомментировать Эти матчи Ибо Ностальгия Вот Я думаю Еще Как-нибудь Как-нибудь Ну как бы мы После стрима Еще Пообщаемся Ну это да Ну а так Попрощаемся Ну а Зрителям Нашим Пообещаем Что Думаю Когда-нибудь Еще Организуем Трансляцию С анонсами Со всеми делами Чтобы было Все красиво Хорошо Ну в топика Где-нибудь Еще сделаем И Собственно Возможно Запилим Группу Какую-нибудь Стримерскую И Собственно Осветим Как-нибудь Еще Ивенты Быть может Местные Локальные Быть может Какие-то Вот Как Стар сервис Но проблема Стар сервис Такая Что собственно Ее стримят Ребята И по Это самое Повеселее Профессиональнее И как-то Конкурировать с ними Не очень Просто Вот И зрителей Мало Ну а так В принципе Почему бы и нет Ну это да Согласен Что зрителей Мало Все в основном У слэма сидят Но все равно Я лично Пытаюсь Как-то Выбраться Как-то Вот На Старладер Сейчас Пересел Правда Мне говорили Что Слэм Очень сильно Рэджился По поводу Что кто-то Еще Старладер Стримил Кроме него Из русских Вроде Как Это про меня Было Но не знаю Точно Но меня Просто Где-то 80-90 человек Смотрело В тот момент И возможно Он так Смотрел Оба Мои со Зрители А ну-ка Вернулись Ко мне Подумал Ну ладно Я Заканчиваю Стрим И сейчас Мы с тобой Еще пообщаемся Немного Ладно Все Всем спасибо За просмотр Сдобрете Группу Вконтакте Написана Она у меня Здесь На картинке Вы можете Заметить Там же Ютуб Написан Уже ВК Туда Я воды Буду заливать Этих Трех Игр Которые Мы сегодня Застримили И Всем спасибо За просмотр Всем пока Всем удачи До новых Трансляций Трансляций